Добрый день, дорогие ребята! Я приветствую вас на уроке русского языка. Придумано кем-то просто и мудро при встрече здороваться. Доброе утро! Доброе утро солнцу и птицам. Доброе утро улыбчивым лицам. И мне очень хочется пожелать доброго утра всем-всем, каждому из вас. Доброе утро всем, кто сегодня будет хорошо работать на уроке. А еще на наш урок заглянул необычный гость. Кто он? Попробуем угадать. Летит без крыльев и поет, прохожих задирает. Одним проходу не дает, других он подгоняет. Конечно, это ветер. Ветер – это поток воздуха, который движется около земной поверхности. Одним из первых стабильных источников энергии, освоенных человеком, был ветер. А таким ветер представляли люди в древности. Это изображение мифологического повелителя ветров Эола. Благодаря ветру произошли великие географические события. Человечество получило возможность путешествовать, орошать поля, молоть зерно. И, наконец, оно научилось превращать энергия ветра в чистую энергию в виде электричества. Энергия ветра способствовала развитию цивилизации. Подберите однокоренные слова к слову «ветер». Разберите их по составу. Проверьте себя. А теперь наш ветер, ветерок, отправляется в путешествие по стране Морфемика. И мы отправляемся вместе с ним. Вспомним, что мы знаем о Морфемике и её жителях. Морфемика – это наука, которая изучает значимые части слова, из которых составляется слово. Значимую часть слова мы называем словом «морфема». Слово состоит из значимых частей, то есть морфем, корня, приставки, суффикса и окончания. Каждая часть слова играет свою роль в образовании новых слов, то есть в словообразовании. Наш друг ветер прилетел в один необычный сад. Как-то много лет назад посадили странный сад. Не был сад фруктовый, а был тот сад из словесных деревьев. И у каждого дерева и слов было своё главное слово. Слова, которые вырастают на словесных деревьях, связаны между собой по принципу общих родственных интересов. Так, слово «водяной» дружит со словом «подводный», потому что у них есть общий интерес – это вода. Такие слова с общими интересами называют родственными однокоренными словами, а общую часть всех родственных слов называют корнем слова. Это слово, слово «корень», разрастаться стало вскоре, и плоды нам принесло, стало много новых слов. Итак, тема нашего урока – корень слова. Сегодня на уроке мы с вами уточним представление о признаках родственных слов. Закрепим особенности корня как главной значимой морфемы, то есть части слова. Определим в словах корень. Учёные подсчитали, что в русском языке примерно 4500 корней. Автор Мария Александровна Рыбникова, великий российский педагог, методист, фольклорист, литеровед, считала, что найти корень слова – это значит найти его внутренний затаённый смысл, то же, что затшечь внутри фонаря огонёк. Ребята, а давайте повторим, что же такое корень. Корень – это главная значимая часть слова. В нём заключено общее значение всех родственных однокоренных слов. Например, школьник, школьный, школьный автобус. Школьник – это мальчик, который учится в школе. Школьный автобус – это автобус, который возит детей в школу. Все они связаны со словом «школа». Давайте с вами повторим правило. Посмотрите на схему. Вы видите, что однокоренные родственные слова имеют общую часть – корень и общее смысловое значение. Проведём с вами опыт. В каждом слове попробуем убрать корень. Уберём корень в родственных словах «вода», «водичка», «корень», «вод», «а», «ичка». Понятно ли слово? Непонятно. Закроем корень в словах «лист», «листик». Осталось только «ик». Понятно ли это слово? Конечно, непонятно. Слова как бы перестали существовать. Опыт показал, что слово без корня существовать не может. Это происходит потому, что именно в корне находится основное лексическое значение слова. Из глубокого уважения к родителю однокоренные родственные слова соорудили корню домик. Вот такой округлый и уютный. Это знак обозначения корня. А как же найти корень в слове? Чтобы найти в слове корень, нужно сравнить несколько родственных слов по смыслу и выделить в них общую часть. Давайте сравним слова «лес», «лесник», «лесной», «перелесок». Корень в однокоренных словах обычно пишется одинаково. Повторим с вами алгоритм нахождения корня слова. Первый шаг. Первый шаг. Определить значение слова. Второй шаг. Подобрать родственные слова и сравнить их по смыслу. И третий шаг. Выделение общей части слов корня. А сейчас я предлагаю вам интересное задание. Определите закономерность в записи слов первой строки. По этой закономерности запишите слова в остальных строках. Выделите корень. Первая строка. Танк, танкист, танковый. Вторую строку смотрим. Третью строку смотрим. Четвертую строку смотрим. А теперь проверьте себя, ребята. Итак, первая строка. Танк, танкист, танковый. Вторая строка. Барабан, барабанщик, барабанный. Третья строка. Гриб, грибник, грибной. И четвертая строка. Сад, садовник, садовый. Молодцы, ребята. Правильно подберите корень слова и вставьте вместо точек строчки, чтобы получились ряды однокоренных слов. Корни для справок. Лес, зим, вод. Давайте проверим себя. У нас получились слова. Подводник, водяной, водичка. Лес, лесочек, лесной. Зимовать, зимний, зимушка. Рассвет, светильник, подсветка. Молодцы, ребята. Выделите корень в словах. А сейчас узнайте родственные слова по описанию их значения. Подберем однокоренное слово к слову пух. Ласковое название пуха. Пушок. Частичка пуха. Пушинка. Сделанный из пуха. Пуховый. Зверек с пушистым мехом. Пушной. У этих слов есть общее значение. Это пух. Но понаблюдаем за корнем. Представьте, что во всех этих словах корень пух. Произнесите каждое слово с таким корнем. Удобно ли вам было произносить пухинка, пухок, пухной? Конечно, неудобно. Вы наблюдали закон русского языка. В корне однокоренных слов одни согласные звуки могут заменяться другими. Такая замена называется чередованием согласных в корне слова. В данных словах корень пух, пуш, корни чередования букв согласных п, ш. А какие еще буквы согласных чередуются в корне однокоренных слов? Ухо, ушко, х, ш. Водить вожак, д, ж. Мука, мучной, к, ч. Весы взвешивал, с, ш. Возить вожу, з, ж. Обратите внимание, корень считается одним и тем же, а слова родственными, если буквы г, ж, д, ж, к, ч, х, ш, ц, ч, с, т, е, ё и другие заменяют друг друга. Давайте подберем к словам снег, друг, свет, лицо, яблоко, орех однокоренные слова с чередующимися согласными в корне. Г, ж, г, з, т, ч, ц, ч, к, ч, х, ш. Проверьте себя. Снег, снежок, друг, друзья, свет, свеча, лицо, личико, яблоко, яблочко, орех, орешек. Молодцы, ребята! А теперь догадайтесь, какие слова потеряли свой корень. Проверьте себя. Старик, старушка, старинный, потеряли корень стар. Светло, светлый, светлячок, потеряли корень свет. Холодок, холодильник, холодноватый, потеряли корень холод. Вы справились с этим заданием? Молодцы, ребята! Проведем небольшой проверочный тест, который нам покажет, хорошо ли вы усвоили новую тему – корень слова. Из трех ответов вы должны выбрать один правильный. Итак, корень слова – это общая часть предложения, общая часть всех слов или общая часть однокоренных родственных слов? Правильно, это общая часть однокоренных родственных слов. Второе. Какие слова называются однокоренными? Близкие по смыслу, близкие по смыслу с одинаковым корнем или одинаковые по написанию? Конечно, это близкие по смыслу с одинаковым корнем. Следующий вопрос теста. Подберите однокоренные слова к слову «дом». Домовой, домик, домище. Хата, изба, теремок, дача, дворец, храм. Конечно, это домовой, домик, домище. Вы ответили совершенно верно. Четвертый вопрос. В какой строчке нет лишнего слова? Подумайте. Теплица, тепло, жаркий, тёплый. Лес, лесной, лесник, подлесок. Камень, каменный, затвердел, окаменел. Конечно, ребята, это слова «лес», лесник, лесной, подлесок. Вы справились со всеми заданиями. Молодцы! А теперь давайте подведём итог урока. На уроке вы узнали, что общая часть родственных слов называется корнем. Корни родственных слов пишутся одинаково. Однокоренными называются слова, которые имеют одинаковый корень и общее смысловое значение. Чтобы найти в слове корень, нужно подобрать родственные слова и выделить в них одинаковую часть. Мы научились находить корень в словах, подбирать однокоренные слова. И теперь можем применить наши знания на практике. Закончите следующую фразу. Корень – это часть слова. Вторая фраза. Корень в слове выделяется с помощью подбора. Третья фраза. Корень в однокоренных словах пишется. Оцените уровень своей успешности. Я думаю, вы все фразы закончили верно. Третья фраза. Ответьте на вопросы. Расскажите об этом своим близким. Сегодня я узнал, что… Теперь я умею определять. Я знаю, что в русском языке мне это пригодится для того… А вечером вместе с мамой, помогая ей приготовить ужин, составьте словесное дерево со словом «соль». Вам в помощь дано несколько подсказок. Узнайте слова по описанию их значения. Небольшой сосуд для столовой соли – это… Класть во что-нибудь соль для вкуса – это… Обладающий вкусом соли – это… И добавить в блюдо много соли – это… Я думаю, вы все правильно догадались, какие это слова с общим корнем соли. А я благодарю всех за внимание. Спасибо за урок. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok